Привет, друзья! Подписчики и гости канала Сегодня в работе двигатель УД-25 Вместо стандартного маховика Необходимо установить Вариатор Арктик Для его установки Необходимо расточить Стандартное цилиндрическое отверстие Диаметром 25 Под конусную посадку Данного двигателя Данного двигателя Объясню, что буду делать Первым пунктом Это изготовление калибра Конического По вот этому диаметру По вот этому сопряжению Делать буду из алюминия Проточу конус Проконтролирую покраски Прилегания Доведу это до нужного состояния Потом уже когда будет готов Наш калибр Конический Уже буду приступать К росточке вариатора Контролируя Коническим калибром Ситуация С вариатором немного переигралась Сюда необходимо установить Генератор Где-то будет Миллиметров 30 Расстояние между двигателем И вариатором Должно быть где-то 35 миллиметров Здесь поставится Шайба Приварится После этого я уже буду Растачивать конус Для тех, кто захочет Повторить данную конструкцию Хочу сразу предупредить Что вариатор имеет Два варианта исполнения И отличаются вот этими частями В моем случае Используется вариатор Под номером 1 Но если требуется Установка генератора То лучше сразу приобрести Вариатор под номером 2 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, шайбочку Сделал Так брать нельзя Здесь острые края Не забываем про технику безопасности И стружку так тоже трогать нельзя Сейчас Пока привариваю Вот эту шайбу сюда Займусь Калибром Нашим конусным калибром Смотрите продолжение в 3 части. 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 Следующий шаг это обработка вала вариатора. Тарелку скрутили, наварили шайбу. Сейчас доверну каретку, установлю резец и буду растачивать конус, контролируя моим калибром. Смотрите продолжение в 3 части. 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 Сейчас после чистового прохода уберем всю стружку и померяем калибром. На калибре я сделал метку, на какую глубину он должен максимально зайти в растачиваемую деталь. Дальше этой метки растачивать нельзя, иначе не соберется конструкция. Все идеально. Все идеально. Сейчас сниму на месте. Сейчас сниму и проверю уже на двигателе. Пришли. Пришли к двигателю, проточил за кадром по наружу и то, что от сварки здесь наплывы образовались. Прошелся левым резцом, подправил плоскость. Сейчас посмотрим, подойдет ли эта штука к этому мотору. Болтаний нет. Сейчас посмотрим биение. Сколько будет биения. Сейчас покручу мотор и на индикаторе посмотрим, какое есть биение вот в этом месте. Как раз здесь идет ремень, рабочая поверхность. Как видно биение в районе трех соток. Хороший результат. А теперь попробуем это все собрать и посмотрим, как это будет выглядеть. Генератор. Генератор будет устанавливаться вот в этой области. Здесь будут катушки устанавливаться на пластине. Прикручиваются вместо этих шпилек болтиками. Маховик будет устанавливаться на вот эту поверхность. Сейчас просто мешают шпильке никак его туда не задвинуть. И прижиматься к этим дискам. Таким образом. Все, можно сказать, генератор есть, свет будет на снегоходе. Это проект снегохода. Двигатель пойдет на снегоход, на самодельный. Тарелка собирается на резьбе. Потом идет вторая часть. Тоже на резьбе. Все. Конструкция соединена. Мотор и вариатор все вместе. Осталось только закрепить это все дело стяжным болтом. Как это будет делаться? Здесь будет... Сейчас разберу. Вот все. Здесь у нас внешняя резьба. А конструкция предусмотрена стягивать болтом к двигателю. Поэтому придется делать здесь переходную втулку. Диаметр 25, который был здесь. Родной диаметр. Втулка диаметром 25. Резьба 20 на полтора. А здесь будет под М10. 10 шаг 1.25 болт. Накручиваем втулку. Устанавливаем вариатор. И здесь болтом притягиваем. Останется сделать шпон-паз. И на родную шпонку все это установить. Подписываемся. Ставим лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok